И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео, а также, конечно же, в рубрику Ингвар Ньюс, где мы делаем различные вещи. То новинки, то старинки, то просто общаемся на различные, конечно же, темы. И сегодня у нас не совсем старинка, потому что эта серия у нас практически совершенно новая. То есть, всё, старинки мы рассмотрели. Да, сегодня у нас очередное видео о трансформерах. Мы не рассматриваем очередную серию, конечно же. То есть, не старинки, потому что всё, что можно, мы уже рассмотрели. То есть, 20 века серии рассмотрели, до 2010 года тоже рассмотрели, до 2020 года тоже. И считайте то, что вот-вот-вот уже в продаже тоже рассмотрели, да. И у нас осталась единственная серия, которую мы как бы вроде смотрели, разглядывали, обсуждали. Но так это быстро, не в одном видео всех, а по чуть-чуть. То есть, речь идёт, конечно же, о серии Legacy. Да, дошёл я, конечно же, до неё. Сегодня мы её полностью рассмотрим. То, что, конечно, имеется. То, что ещё не вышло, то, что анонсировали, то, что ещё будет. Предстоит это мы потом рассмотрим. Может быть, потом мы опять же рассмотрим всю серию, уже полноценную серию и обсудим. Но сегодня мы сделаем совершенно немножко иное. Мы попытаемся посмотреть всех трансформеров, которых они анонсировали и сделать некоторый вывод. Действительно ли серия Legacy это офигенная, крутая, невероятная, причудная, конечно же, крутые трансформеры имеются. Хорошие решения, хороший выбор, дизайн и так далее. Всё вот это мы постараемся сегодня сделать, рассмотреть. И в конце видео, конечно же, сделать видео. То есть, сначала мы будем, конечно, рассматривать просто трансформеров. Просто рассматривать, анализировать. Круто, плохо, хорошо, нравится, не нравится и так далее. А в конце видео, когда уже всех рассмотрим, мы сделаем уже окончательный вывод данной серии. Потому что до этого я тоже делал какой-то вывод. Говорил, что вроде серия неплохая, интересная. Тут у нас смесь и одного сериала, и другого. Дизайн такой, такой. Вроде и по пластмассе неплохо. Ну и дизайн коробки и так далее. Было тогда, когда у нас ещё было немножечко трансформеров, только всё начиналось. Но сейчас уже анонсировали достаточно в целом трансформеров. А ещё сколько анонсируют. И уже, честно, можно уже делать некоторые выводы, анализы и не только. Что же, наверное, давайте не буду тянуть. Задачу поставил. Все, надеюсь, уяснили, какова цель данного видео. Переходим тогда к рабочему столу и рассматриваем. И тогда эти новинки и новую серию под названием Legacy. Наследие. Приятного просмотра. Ну и что же, начнём мы, конечно же, не с Бамблби. Это замечательно, потому что, я как заметил, мы всегда любую серию, которую бы не рассматривали, Бамблби да Бамблби. Здесь у нас Хот Рот. Хотя, с другой стороны, здесь тоже, считайте, чуть связан с Бамблби, потому что мы знаем, что Хот Рот это у нас брат по оружию Бамблби. Ну, в общем, ладно. Серия Коркласс. То есть, в этой серии линейки, конечно же, и Легаси также она имеется. И получается, как бы это не совсем Леджинг-класс, а Коркласс. То есть, была ещё серия Скаут-класс, то есть, Командер-класс. То есть, что-то около того. В общем, решили немножечко по-другому назвать. Чуть масштаб может увеличить, уменьшить. В общем, вот такие вот астрономеры теперь будут. Самые маленькие практически. Почему бы и нет? То есть, дизайн коробок я сразу же скажу. Что Коркласс, что Вольжер, что Делюкс и так далее. Правда, прикольный, классный, хороший, яркий, современный. Я думаю, прям это очень даже подходит. Особенно в наше время, как сейчас всё меняется, изменяется. Думаю, дизайн коробки, правда, прикольный. Но, если даже это всё отбросить, все эти изменения в мире, правда, дизайн прикольный, хороший, относящийся к трансформерам. То есть, правда, хорошо. Теперь, если говорить о Ход Родзе, как бы это вроде бы тот же самый Ход Род из серии Кингдом. И всё, вроде бы никаких изменений не имеется. Пустота в голове вроде бы тоже будет, от печально. Если нету, то замечательно. А так считается, что виде робота, что виде альт-режима, всё то же самое, если ничего не будет. То есть, Кингдомский, конечно же, Ход Род. Затем у нас новый герой, Игуанус. И могу сказать, что виде робота, это правда, ну, что-то интересное. То есть, правда, виде робота получился необычно, интересно, круто. И вроде бы такой герой когда-то давно вроде бы был или не был. Но он вроде бы или из Бестворса, или ещё откуда-то. То есть, я уж точно не помню, мы писали, когда я первый раз рассматривал, мы обсуждали. Я уж, наверное, подзабыл. Ну, в общем, герой необычный, превращается в мотоцикл. Вот такое вот изображение нашёл. Но, правда, в виде мотоцикла получилось, ну, интересно. То есть, у нас здесь имеется как будто у мотоцикла хвост, да. Здесь как будто голова, что ли, вот этого, ящера, не ящера, Игуаны. То есть, правда, сам мотоцикл интересный. И это у нас не человеческий, конечно же, а трансформерский, кибертронский и так далее. То есть, правда, интересный, необычный трансформер я бы, наверное, хотел приобрести. Sky Warp. Прикольно, что он вышел. Дополните, таким образом, конечно же, в маленьком масштабе коллекцию сикеров. Есть Starscream, есть Sky Warp. Наверное, выйдет и Thundercracker когда-нибудь. То есть, считай, перекрашенный Starscream. Что-то, может, изменили, добавили и всё. Как бы ничего тут сверхъестественного нету. Но мы знаем, оригинальные сикеры, они вот такие, в таком цвете. Только некоторые изменили и так далее. Я уже по тысяче раз это говорил. В общем, как бы прикольно, хорошо сгодится для коллекции. В виде альтер-режима всё, считайте, то же самое, что и у Starscream, а только в других цветах. Дальше у нас Megatron по второму поколению. И в данной ситуации я скажу, что, наверное, лучше такого Megatron взять именно вот в таком виде, нежели обычного серого по первому поколению и так далее. Потому что здесь он, во-первых, по другой вообще как бы вселенной истории, скажем так. Да, он похож как бы вот на предыдущего, что в виде робота, что в виде альтер-режима. Но отличается эмблема в этом причудо данного Megatron. Ну и просто это что-то немножко другое. И по этой причине, наверное, стоит именно взять вот этого Megatron, нежели вот этого, который слева. Потому что такого можно взять какой-нибудь там огромного, да. А, например, со второго поколения можно взять, например, в виде маленького масштаба. Я думаю, такое решение будет намного правильнее и дешевле. Optimus Prime вроде бы тоже, что выходило из серии Kingdom, если не ошибаюсь, то и здесь. Никаких изменений вроде бы особо масштабных здесь не иметь. То есть, как бы сам робот прикольный, как машинка тоже прикольная, претензий нет. Но считайте, все то же самое. Ладно, почему бы и нет, хотя можно было бы что-то чуть-чуть поменять, сделать другого что-ли в Optimus. Ну, в общем, решили так, ладно, может быть, еще это воспринять и можно. Shockwave, это у нас и одна из новинок, вроде бы, честно. Видео рота я посмотрел в интернете, получился достаточно прикольно. Паджиуановский и альтер-режим вот такой корабль. То есть, вроде это корабль, может быть, пушка или спутник. Но, правда, интересный альтер-режим, мне лично нравится, можно его держать и так, и так. Хотя в большом масштабе что-то такое, наверное, тоже получается. Но и в микромасштабе получилось достаточно хорошо, достойно, прикольно детализировано. Так что, я думаю, коровский класс Shockwave очень даже достойный и стоит иметь. И тем более-менее похож на первое поколение. Я бы, наверное, тоже не против был бы заполучить такого. Теперь у нас идет класс, точнее, Deluxe. И начнем мы, конечно же, с Arcee. Это у нас, конечно же, вселенная Prime. Да, у нас тут тоже, получается, решили написать, из какой вселенной данный герой. То есть, первое поколение, то есть, Prime, то, например, из Beast Wars и так далее. Как бы, если сравнить Arcee с той Arcee, которая выходила по мультсериалу Transformer Prime, то как-то мне та намного больше симпатизирует, больше нравится, чем данная фигура. Потому что вышла намного лучше, похоже. А здесь решили что-то свое добавить. Какой-то еще другой дизайн. И как бы, я не знаю, если сравнить, например, эту Arcee с той, и говорить вот эту вот Arcee, которая вот новая, она действительно по тому мультику. Честно, тут можно поспорить. То есть, по альт-режиму, вроде и мотоцикл не такой. То есть, как бы, да, в таких цветах, вроде бы, вроде и то же самое. Но есть свои изменения. И как бы уже сразу можно сказать, что вроде бы эта Arcee не по мультсериалу Transformer Prime. Хотя, вроде бы, и оттуда. То есть, тут у нас смесь двух серий, результат вроде и неплохой. Но если что-то хочется иметь с того мультсериала, может быть, данная Arcee действительно сгодится. Но если хочется что-то вот оттуда, что было тогда, тогда нужно как-то искать. Либо смириться с тем, что вот такая вот Arcee. И купить ее, и говорить, что действительно это данная Arcee из этого мультсериала Transformer Prime. А так, если все отбросить, как, плохо, неплохо. Вроде и неплохо выглядит, если честно, в виде мотоцикла, ну, похоже на человеческий. Вроде прикольно. В виде робота, как я смотрел и рассматривал, анализировал тогда и сейчас, как бы, вроде тоже неплохо. Но можно было сделать намного лучше и интереснее, что ли. Ну, ладно. Дальше Dragstrip. Это у нас, конечно, первый стантикон. Иначе из всех пятерых можно превратить в минусора. То есть, что это означает? В данной серии очередной гештальт. И это, конечно же, очень-очень круто. И данный Dragstrip получился в виде робота, правда, шикарно, бесподобно, если честно. Трансформация, вроде бы, очень такая, ну, простенькая. Альтрежим, вот такой, как спорткар или что-то наподобие этого, тоже офигенный. Голова, конечно, странно спряталась. И, вроде бы, у него здесь мозгов не имеет. Хотя, в виде альтрежима здесь есть такое ощущение, как будто там может поместиться пилот. Ну, в общем, как бы, в одном случае плюс, в другом случае минус. Но сама машинка вообще сверхъестественная. И по цветам приятная, и по форме, и по дизайну. То есть, правда, данный робот офигенный. То есть, его можно просто приобрести, чтобы иметь просто данного робота, а не использовать для гештальта. Но тут уже делает каждый как ему угодно. Потом у нас кикбек имеется, конечно же, герой из первого поколения. Ну, и не то, когда, наверное, там встречался в виде робота. Получился прикольно, честно, очень даже круто, классно. И с цветами хорошо вышло, и сочетается, как бы, я не знаю. То есть, придираться, я думаю, не стоит. А в виде альтрежима кузнечки, если не ошибаюсь. Ну, вроде бы, в мультике такое мы встречали. Нормально, хорошо. Может быть, странно чуть-чуть выглядит. Но, с другой стороны, если там было в первом поколении именно так, то в виде фигурки мы тоже должны получить именно вот так вот. Насчет сэкономной пластмассы. В данной серии временами есть, временами нету. Временами много, временами мало. Незаметная, как бы. Тут я еще, не знаю. Может быть, других трансформеров сейчас мы найдем, обнаружим. Но, как бы, здесь пока что еще терпимо. Здесь я еще таких критических моментов не нашел. Пока что. Здесь все очень даже хорошо. Придираться, если честно, не к чему. И, например, вот про дизайн коробок делюксовых, например, трансформеров. То он очень даже необычный такой, интересненький. Там скосик. Там, вот, например, так разукрасили. Тут у нас даже имеется пустота. То есть, правда, ну, поработали на дизайн это хорошо. И тут мы видим уже пустоты. То есть, как бы, за природу боремся. Никакой пластмассы. Хотя это все параши. Это бред. Все предлог, если честно. Но, в общем, делайте так делайте. Если вам так угодно. Здесь у нас еще имеется вот здесь пластмасса. И тут. Но из последних, как я видел, вроде бы здесь будет пустота. Здесь будет уже заменено на такие, как бумажные, картонные какие-то связки. А здесь у нас будет сделано из картона. Как бы, может быть, все хорошо. Все нормально. Может быть, это намного лучше и нам будет с какой-то стороны. Но вот здесь, вот про вот эту пустоту говорить, то здесь в целом-то, ну, должна быть пластмасса. Но хочешь, не хочешь, нужно. Потому что, почему она нужна? Иначе вот то, что сейчас мы получаем. Данная фигурка может легко запылиться в магазине. Можно повредить. Можно что-то своровать. Можно вообще просто сломать. И как бы, извините, в магазине новая вещь уже будет не новая. И как это? И что это? И как бы, я не знаю. Я не поддерживаю этого. То есть, ладно, здесь заменим на картон. Здесь на связки тоже. Но вот здесь пластмассу вы должны были оставить, несмотря ни на что. Если вы уж так за вот это, надо беречь и так далее. Ну, как бы, делайте. Но я, если честно, против этого. Скидс у нас, конечно же, видеоробота. Вроде и неплохо. Может быть, мастер-пистовский и намного лучше, с какой стороны. Но если уж нет варианта никакого, то и данного можно приобрести. Я его в какой-то момент вроде бы подумывал, что купить, не купить. Но, как я знаю, что данная серия у нас не продается и вряд ли будет. Шансов у меня, наверное, вообще минимум. Там на ногах, я помню, пустота имеется. Вот, честно, странно, что там они оставили столько пустоты. Может быть, она нужна для чего-то. Но если действительно там можно было залить пластмассу, то тогда сэкономили это плохо. Машинка, правда, простенькая. Может быть, сильно похожа, конечно же, на G1. Но по альт-режиму, может, правда, претензий никаких и нет. То есть, правда, все сделали, как было в мультике. Но у видеоробота есть странности в плане пустоты. Там могли пластмассу делать, там... Ну, в общем, что есть, то есть. Дальше у нас Элита 1, конечно же. Как бы видеоробота, ну, вроде вышло это и неплохо. Конечно, дизайн уже отличается от трилогии Война за Кибертрон. То есть, немножечко уже не та Элита. Ладно, то есть, здесь у нас, получается, смесь и первого поколения, и, наверное, уже вот с вот этой вот серией Legacy. То есть, вот здесь две, как бы, серии в одном, скажем так. Ну, как я помню, по изображениям вроде неплохо. Машинка вот такая, необычная. То есть, такой, как джипик, не джипик. Как бы какая-то такая вот... Машинка, не кабриолет, что-то сверхъестественное, конечно, можно, наверное, так сказать. Голова прячется, получается, вот здесь. То есть, верхняя часть головы будет представлять из себя, что ли, антенны. Конечно, интересный ход, но как-то и воспринимается немножко странно. По цветам как-то тоже вроде бы и играет, а вроде и странно. То есть, с чего бы тут вот такой вот приятный нежный розовый цвет. Могли бы полностью в красный цвет сделать. Ну, в общем, как бы, в виде альт-режима, может, неплохо, необычно, нестандартно, но непривычно. В виде робота вроде бы все неплохо. Дальше у нас имеется нокаут по Transformer Prime. Вроде бы, конечно, круто, что он вышел. Потому что, правда, герою мне понравился. Я бы хотел его иметь в делюксном виде, а не в малюсеньком. Я рад, что он вышел в этой серии. Я бы такого приобрел бы. Но, конечно, немножечко хотелось бы другого нокаута, нежели вот то, что мы получаем. То есть, вроде бы вышло хорошо, вроде бы круто, вроде бы похоже. Но немножечко не то вот этого, что было, конечно же, в мультсериале Transformer Prime. То есть, передняя часть просто как будто из Джоан поколения взята. Может быть, голова из мультсериала Transformer Prime. Остальные части из серии Combiner Wars или еще из какой-нибудь серии. И получается вот такой нокаут. Альт-режим вроде бы, правда, вообще сверхъестественный, бесподобный. Похоже, прям, наверное, может быть, на 100%. Но в виде робота есть нюансы. Может быть, стоит просто привыкнуть. Но я бы его все равно приобрел. Потому что герой, блин, прикольный. Дальше у нас имеется вот такой герой. Тарантулос. Мы вроде бы такого еще потом получим. Но данный герой был в мультике, конечно же, Beast Wars. Поэтому, как бы раз он был, так выглядел. Мы получаем виде фигурки. Думаю, пригодится. Кто обалдевает от данного героя, очень даже сгодится для коллекции. Конечно же, претензии, наверное, с какой стороны, может быть, и можно предъявить. Может быть, и нет. Но, в общем, вот такой герой. Паучок разноцветный. Альт-режим вот такой вот. То есть, кому нравятся паучки, можно приобрести. Хотя, я когда смотрел кое-какое изображение, когда ты имеешь различных героев из мультсериала Трансомеры Beast Wars. И серии той же Legacy или трилогии Войны за Кибертуон. И на полочке, становится, будет, правда, очень даже шикарно. То есть, иметь всех героев, наверное, стоит. Хотя, по деньгам дорого. Поэтому, приходится отбирать. И вот, получается, этого берешь, этого не берешь. Этого берешь, потому что вот так. Этого не берешь, потому что похоже, и так далее. В общем, как-то так. Вот так я вот странно поразмышлял. Ну, в общем. Дальше у нас имеется очередной стантикон. Это, конечно же, у нас Wild Rider. И виде робота получился, опять же, хорошо. Похоже, как мультики. Прикольно. Я бы хотел бы его, конечно же, иметь заполучить. Да именно 40. Хотел бы собрать. Потому что, правда, дештальтов у меня особо-то и нету. Парочку. Я знаю, что есть значимый дештальт Девастатор по второму фильму. Но это по фильму. А по первому поколению что-то из мультиков у меня особо-то и не имеется. Хотя, есть Девастатор малюсенький. Из серии Universe 2005 года. Но это немножко не то. Это Майсюсики. Хочется чуть побольше. Ну, в общем. Данный герой, правда, офигенный. В виде машинки. Прикольно. Круто. Пусика. Но она офигенная. Дальше вот у нас вот такой герой. Вроде бы, когда было первое поколение, выходили фигурки. Такой же герой выходил с Target Master. Если не ошибаюсь. Снова решили сделать. Кто знает данного героя, историю и так далее. Может быть, правда, очень сильно пригодится. Вроде бы, данный герой очень даже значимый. Вроде бы, и в Head Master как-то еще числится. Если не ошибаюсь. То есть, пригодится. Необычный герой. Может быть, чуть странненький. Но мы видим, что сэкономленной пластмассы на ногах не имеется. Вот здесь. И это замечательно. Возможно, она будет иметься сзади. Вот здесь я вижу, где есть пустота. Но она вроде бы нужна для трансформации. Поэтому уж как бы вот так вот получается. Ну, тут можно было залить. Решили сэкономить. Ну, ладно. Как бы, вроде бы у него мышцы. Как бы, мясо имеется. Металл. Но, оказывается, он просто вот так вот. Для вида. На самом деле, внутри ничего нет. Ну, в общем. Как бы, все прикольно. Круто. Пригодится данный герой. Потом, это у нас, если не ошибаюсь, крейнг есть. Из первого поколения. Считайте, вроде бы, альт-режим будет такой же самый, как у скидса. Только решили здесь поменять. Но, как бы, если сравнить скидса и вот данного героя, изменения действительно, ну, заметные. Отличить можно. Голова отличается. Здесь отличается. Конечно, по цветам. Может быть, и неплохо. С другой стороны, он выглядит, правда, очень простенько. Просто трансформер как будто не от Хасбро. Какой-нибудь китайский. Но, если такой герой был в первом поколении, то, наверное, стоит приобрести. И, если бы была какая-то история, какой-то случай с ним, можно взять, чтобы, как бы, вспоминать и так далее. А этот режим пока, вроде бы, я не имею, потому что, вроде бы, неизвестен, не показывали. Дальше у нас очередной стантикон. Вот имя, конечно же, я не записал. Либо это Dead End. Если что, подправьте, я не записал. То есть, это одни из новых трансформеров. Коробок еще, вроде бы, нам не показывали, не сливали. Но, если сравнить его, что было в мультике, вышло, правда, хорошо. Прикольно. То есть, опять, повторили, конечно же, на 100%. Имеет, конечно же, два, такие как бластера, пушки. Вот у нас здесь пустот мы не видим. Получается, это у нас задняя часть машины. Это замечательно, что на ногах вообще пустот не имеет. Это вообще очень же круто. Но вот стопы, конечно, у него странненькие. То есть, как бы, может быть, все круто. Может быть, так было в мультике. Но, может быть, было что-ли сделать чуть-чуть, ну, поустойчивее. Чтобы это хотя бы просто выглядело поустойчивее. А то, как бы, я понимаю, что фигурка будет странно стоять. Но кажется, что в любой момент она может упасть. Если так было в мультике, ладно. Но я бы, наверное, сделал бы чуть-чуть так помассивнее. Чтобы, как бы, ну, действительно, казалось, что у него там есть стопа нормальная. Может быть, сделал бы нормальную стопу. Чтобы, действительно, можно назвать, что это стопа, опора. А то получается просто две железки и всё Ну хотя тоже может быть так допустимо Дальше вот у нас такой герой Что-то такое подобное мы вроде бы получали В серии Power of Privacy, если не ошибаюсь Лич Максима, если ничего не путаю Здесь уже вот такой вот делюксовый, конечно же, трансформер Огромный уже, побольше Похож, устрашающе выглядит И я думаю, его вообще не стоит превращать в альт-режим А просто оставить видеоробот Потому что, правда, получилось очень даже круто, интересненько И сэкономленной пластмассой я особо тут не замечаю То есть казалось бы, как будто фигурка трансформировать не будет Но она будет вот в такую непоняточку То есть вот Скал Грин его звать То есть кто-то говорит, что это похоже на альт-режим Саундвейва Но вроде бы как вообще не похоже Может быть чуть-чуть и смахивает Но, как мне кажется, даже и не близко Ну если там пару процентов и всё То есть прикольно, классная фигурка Альт-режим, конечно, очень странный Но видеоробота что-то невероятное Дальше Voyager класс Сейчас коробки, считайте, такие же самые Только в увеличенном размере, конечно же И без петли, если не ошибаюсь То есть бластер с Eject, с кассетником То есть, считайте, тот же самый бластер из серии Kingdom Но с некоторыми изменениями То есть он стал вроде бы здесь чуть-чуть поярче Покрасше, покрасивше, возможно Я бы не отказался от бластера из серии Kingdom Но если бы получилось данного героя приобрести из этой серии Я бы от этого не отказался бы То есть, правда, очень замечательно, что его вообще сделали Хоть в какой-то серии Решили здесь его перевыпустить Почему бы и нет С какой-то стороны, может быть, это хорошо Попытка номер два Плюс ещё имеется кассетник То есть, правда, круто, классно, офигенный герой Претензий нету Что про того бластера я говорил круто Восхвалял его Что и здесь скажу Круто, офигенно Дальше у нас имеется Bulkhead Это у нас мультсериал Transformer Prime А с другой стороны уже что-то другое В мультсериале мы Prime помним, что альтр-режим у него совершенно другой Он выглядел совершенно иначе Здесь, получается, будет вообще по-другому И получается, наверное, нас ожидает всё-таки в будущем другой мультсериал Новый, наверное, состоящий из пару сезонов Где вот эти все герои будут участвовать Наверное, не будут называться Transformers Legacy Может быть, как-то иначе, а может быть и так Но вот такой у нас новый Bulkhead С какой-то стороны, возможно, он и кто-то скажет Странно выглядит, я, возможно, соглашусь С другой стороны, выглядит, правда, прикольно Что-то есть из Transformers Prime Что-то, возможно, и от Хаунда взято Откуда-то, с чего-то Но смесь дизайнов здесь имеется И, как мне кажется, у них вроде бы это удалось Да, странно, что вот передняя часть Она вообще никак не движется, не шевелится При трансформации, да, у нас там ничего не происходит Просто передняя часть, грубо и все Но, вроде бы, когда мы трансформируем вот в такую военную технику То там что-то будет прятаться И, с одной стороны, как бы все ясно, понятно, почему так получается В виде рота, правда, могу сказать, получилось хорошо Я бы не против его заполучить В виде альт-режима тоже круто То есть, прикольная техника Тем более, сзади у него будут прятаться практически все Его плюшки, пушки и так далее Это, конечно, замечательно Вроде бы не все, к сожалению Но хотя бы сколько там Дальше у нас имеется Jaxus Это, вроде бы, герой у нас из комиксов IDW И, вроде бы, еще из какого-то мультика То есть, как я понял, это очень был ожидаемый герой Очень сильно хотели И те, кто хотел, наконец-то его заполучить Конечно, я как о нем особо ничего не знаю Только из комиксов слегка Для меня, как бы, этот трансформер Что-то невероятное Что, как бы, ешкин кот Наконец он вышел Увы, для меня не так Ладно, но если просто его проанализировать Я, вроде бы, рассматривал Ну и здесь, можно сказать, что необычно Получилось Интересно Вроде бы дизайн на ногах вышел Интересненько Да и вроде бы сам по себе вышел тоже неплохо Такой альт-режим в виде шаттла Такого Кибертронского Что-то там футуристического Как я люблю говорить То есть, по цветам Ну, интересно имеется И желтый, и салатовый, и белый Может быть, здесь много белого Но, в общем Получилось неплохо Хотя, местами мне как-то напоминает Альт-режим Астротрейна Немножечко, но ладно То есть, герой прикольный Дальше Саундвейв Просто, опять же, переиздали В какой уже раз, я не знаю Вроде бы изменения тут есть Они не колоссальные Вроде царапин нет Или что-то такое А так, считайте, в виде робота В виде альт-режима Все то же самое Зачем? Опять же, я не знаю Лучше взять с царапинами Или еще какого-то другого Как бы я понимаю Может быть, данный герой будет в данной мультике Он должен быть в этой серии Но тогда хоть какого-то другого Хотя бы с другим альт-режимом А вы, считайте, сделали то же самое Зачем? Не знаю В данной ситуации я против Потому что, ну зачем? Ну, то же самое Ну, ладно Дальше у нас имеется Инферно Я уже говорил в видео Что это, правда, офигенная фигурка Получилось, считайте То, что и в мультике было То есть, сногсшибательная фигурка В виде альт-режима Такой вот пожарный муравей Как мне там писали Тоже симпатичная С какой-то стороны Выглядит, правда, прикольно Как бы насекомое, казалось бы Но, немножко симпатичненько Но видеоробота, как будто Как я и тогда говорил Сейчас повторюсь Как будто из серии Мастер Пис Или что-то вот оттуда Потому что, ну, получилось что-то Ну, не знаю, интересное То есть, прям искусство какое-то Дальше у нас имеется Старскрим Армадовский То есть, у нас еще и серия Армада Здесь, да Вот эта диалогия Трилогия Юникрона Плюс-минус Правда, видеоробота Как я и тогда говорил Получилось круто Хорошо Придраться мне, честно Не к чему Круто Давненько такой Старскрим не выходил А видеород режима Вот такой истребитель Как бы, казалось бы Вроде бы, человеческий А с другой стороны Немножечко и нечеловеческий То есть, вот у нас робот Ну, прикольно Классно Мне лично придраться не к чему Может быть, здесь Пурсователька выглядит С какой-то стороны С другой стороны Если это было все так именно в мультике То в виде фигурки Они обязаны именно так сделать Пустот, как бы Мы вроде бы замечаем Но чуть-чуть Если действительно Вот здесь и все То молодцы Круто Дальше у нас имеется Гальватрон Это уже вроде бы Вояджер класс И, как я понял У Вояджер класс У Лидер класс И У Коммендер класс Не будет никакой Пластмассы Пустоты Просто трансформер Будет вообще запакован Как, например Как Лего мы привыкли Ну, хотя, если честно Лего, может быть Оно и должно быть Запечатано Спрятано Чтобы мы не видели Вообще даже Ни пакетика Ничего Но с трансформерами Как мне кажется Хоть что-то должно быть Видно Да, хотя бы Голова, рука, нога Ну, хотя бы Хоть пол Трансформера А здесь Они решили спрятать То есть Для чего То есть Они понимают Что если они здесь Делают огромную пустоту Фигулков Смогут уже конкретно Да Спереть Может там Повредиться И так далее Но тогда нужно было И делюксовых спрятать И вообще всех спрятать Но Как-то странно Они тут решили сделать С одной стороны Логично и правильно С другой стороны Как-то немножко нелогично Ну, в общем Вот такую картинку нашел То есть Считайте Вроде бы Гальватрон Тот же самый Что и тогда выходило Может быть Некоторые изменения Но тоже Зачем опять же Повторили Сделали я часть Не знаю Хотя если все это Будет в мультике То понятно Почему Опять же повторно Но Все то же самое Изменения вроде бы Не наблюдается А если есть То незначительные Дальше у нас Лазер Оптимус Прайм Вроде бы По второму поколению Если я не ошибаюсь Как мне говорили Тут ничего Конечно Не написано Ладно Конечно Фигурка Мне кажется Очень даже Прикольная Те кто Хотел что-то Такое Может сейчас Заполучить Хотя я честно От такого Оптимуса Не фанатею Но Здесь у нас Имеется И как бы Грузовичок Вот эта фура И прицепик И этот прицепик Вот так будет Раскрываться В такую как Базу Не базу Ну прикольный Интересно На полке Смотреться Очень хорошо Особенно Среди других Таких Подробных Трансформеров Которые Относятся К данной Сирии Которые Связаны С данным Оптимусом И меч Имеется Но Оптимус Конечно Здесь выглядит С одной стороны Очень простенько Может быть И должен Так Ну не знаю Как бы Круто С одной стороны Но я Честно Не в восторге Это лично Моё мнение Я не в восторге Но кому-то Если Такого Очень нужно То наверное Стоит взять Потому что Правда Получился Вроде бы Блейдзуинг Либо уже вышел И Вот данного героя Вам точно Посоветую Потому что Во первых Блейдзуинг Давненько Не встречался И тем более Он еще Трехрежимник То есть Робот Самолет И конечно же Танк То есть Виде робота Получается Честно Очень круто Похоже Как в первом Поколении Честно В виде танка Но Что-то тоже Приближенно Что и тогда Было Ну и Истребитель Тоже неплохой И я вижу Что вот части Самолета Танка Спрятались Вроде бы Очень даже Хорошо Хотя Вот у танка Вот эта Передняя часть Чуть-чуть Вот выпирает Это может быть Странно Ну а так Вроде бы Все остальное Хорошо Получилось Смотрится Ну тут Что-то еще Какая-то Странная Смесь Как будто Турбо Решил Истребитель Включить Ну в общем Фигурка Правда Прикольно Особенно Если его Поставить Рядом С Астротрейном То Смотреться Будет Данный Герой Очень даже Хорошо И наверное Как в мультике Теперь У нас Новый Конечно же Трансформер Это Мегатрон Если не ошибаюсь По Beast Wars Трансметал 2 Здесь ничего не путаю В виде такого Дракона Динозавра Дракона Скорее всего То есть Я говорил Тогда Что фигурка Очень такая Ну необычная Неожиданная Что она Вообще Будет Продаваться В этой серии И вообще Что решили Сделать Такого Мегатрона С одной стороны Не особо То и похоже Что данный Герой Будет Трансформироваться Если честно Не особо Даже похоже Прикольно Круто Агрессивно Ярко С другой стороны Мы видим Что действительно Данный герой Будет Трансформироваться Это вроде бы У нас Лидер Класс И вроде бы Блэйзуинг Тоже лидер Если не ошибаюсь То есть И Оптимус В общем Я там что-то Как-то Не сказал об этом То есть Сейчас Мы рассматриваем Лидер Класс Трансформеров И коробка Считайте То же самое Что у Вояджер Класс Просто она В увеличенном Размере Снова Возвращаемся К мегатрону К альт режиму Правда Прикольный Дракончик С пламенем С эффектом Особенно Крылья Очень такие Прикольные Необычные Постарались С дизайном Молодцы Ну и сам Робот Тоже Крутой То есть Правда Бесподобная Фигурка Очень даже Приведится К коллекции Вашей И к таким Трансформерам Подобным Дальше У нас серия Командер Конечно же Это Мотормастер Самый главный Трансформер Который Относится К с антиконом И к минусору То есть От него Все зависит У мотормастера Нету И конечно же Миносора Вот такая коробка Тоже Без всяких Как бы Пластмасс Пустот И так далее Но как бы Вроде бы Так и должно быть Сам мотормастер В виде альтержима Вот такой Вот правда Огромная машина Фура с прицепом Получилось круто Прикольно Как и в первом поколении Мне правда нравится Прираться не к чему И он у нас Конечно Что трансформируется И в робота Трейлер Раскрывается Конечно же В такую базу Как и у лазера Оптимуса Ну и конечно же Все вот это Привращается Считайте В готово Практически Миносор Только нужно Добавить Четырех других Трансформеров Такую как бы Как броню И будет уже Полноценный Миносор В виде робота Получилось правда Круто Такая как База не база Ну тоже прикольная Оригинальная Необычная Имеется оружие Сам как бы Альт режим Тоже такой прикольный Дальше у нас имеется Титан класс Это конечно же У нас Метроплекс По вроде бы Если не ошибаюсь Тут написано Сайбетрон Юниверс То есть получается По мультиалу Кибертрон То есть трилогия Юникрон Если не ошибаюсь Необычный Титан Необычный Конечно же Трансформер То есть Альт режим Вообще у него Какой-то сраный Но видимо Такое было в мультике Вроде бы Когда-то говорил Но как я помню Данный герой Давненько выходил Просто они решили Его снова выпустить Улучшить И может быть Данный герой Самый вот Новый Может быть Вышел Немножечко Лучше предыдущего Где-то Может быть Местами хуже Лучше Интереснее Красивее Но Если например Его как-то интересно Разместить То правда Будет смотреться Может быть Вообще Офигенно Хотя Если смотреть На вот Вот этого Метроплекс Вот здесь Правда Ну выглядит Круто То есть Мочнинское оружие Различная проработка Артикуляция Будет В различных местах По разному Альт режим Вот тоже Такой Необычный То есть Что-то такое В нашем мире И есть А вроде бы И нет Хотя честно И странный Альт режим Не знаю даже Как с ним Играться Если кто захочет Ну а Другой режимчик Метроплекса Вот такой То есть Как бы Может всех Раскопать Покопать Перемолоть И так далее Ну неплохо И как будто Здесь кажется Это у нас Не метроплекс Имеет второй режим А как будто Он состоит из Маленьких Трансформеров То есть Такой Аля как Гершаль Потому что Кажется Что это Один трансформер Это второй Тут не знаю Третий Четвертый Спрятан Как-то так Но правда Метроплекс Необычный Очень Для вашей коллекции И переходим К другим Трансформерам Уже такие Как эксклюзивы Пошли И вот О чем я говорил То есть У нас Имеется Теперь здесь Картон То есть Вот здесь Картон Конечно Не пластмасса И тут Такие Как бумажные Стяжки Завязки Как я Говорил То есть Наверное Может быть Это хорошее И решение С другой стороны Можно К этому Привыкнуть Но вот Вот здесь Что имеется Пустота Это плохое Решение Правда Плохое Мне не нравится То есть Запылиться Повредиться Данное Героя Тоже Не так То давно Обсуждал Прикольное Да Это у нас Перекрашенный Кок Но это Красный Кок С бомбами То есть Правда Герои Прикольные Пригодится Очень Вообще Новый Набор Это у нас Конечно Альфа Трион И Орион Пакс Иначе Оптимус Прайм То есть Как бы A hero Is born То есть Зарождение Героя Так оно И получается Набор Правда Прикольный Офигенный Значимый То есть Орион Пакс Это иначе Перекрашенный Переделанный Кап Это у нас Конечно Переделанный Перекрашенный Суип Как мы Говорили Или Скирч Можно Наверное Так и Так И конечно Компьют Альфа Как мы Замечаем Ну Похоже На Но С другой Стороны Этот Пак Очень Даже Пригодится Вашей Коллекции Этот Пак Очень Даже Значимый Можно Сюда Еще Как-то Добавить Оптимуса Прайма И получится Интересная Композиция Правда Набор Очень Крутой Прикольный Оригинальный Несмотря На то Что Есть Здесь Узнаваемые Трансформеры Которые Выходили Тогда Дальше Уинксейбер И как я Понял Этот Уинксейбер Самый Офигенный Из тех Которые Выходил Когда-либо Потому что Здесь Он Получился Прям Ну Вообще Сверх Естественно Выдали Самый Максимум По цветам Сделали Все Как Положено И По Подвижности И Не знаю По детализации И всякие Как бы Тоже Хедмастеры Таргет Мастеры Что Тут Наворотили Не знаю Что тут Вообще Имеется И Подставка Имеется Это По Японскому Продолжение Мультериалу Виктори То есть Кто Этим Интересуется Мультериалом Кто такое Собирает Кому Такой Интересный Этот герой Правда Очень Даже Пригодится Цена Будет Высокая Вроде 300 Долларов Или 200 Или Сколько То В общем Цена Огромная Но Фигурка Бесподобная Честно Офигенный Трансомер Дальше У нас Пошла Серия Конечно Также Legacy Но Подсерия Velocitron Speedia 500 Не совсем Я так и понял Разобрался Почему Так Называется Но В общем Или Такое Подразделение Или Это Часть Какого-то Комикса Какого-то Эпизода Ну В общем Так Оно Получается У нас Blur Да Он Похож Может быть На Предыдущего Блора Из Первого Поколения Но Данный Блор Из Комиксов IDW И Он Очень Сильно С Но То Что Мы Получаем Виде Робота Это Конечно Что-то Ну Невероятное То есть Правда Он Да Похож Конечно На Предыдущего Блора Но С другой Стороны Есть Вот Эти Нотки Из Комиксов IDW И Кто Хочет Иметь Какого-то Хоть Какого-то Героя Из Ради Которых Стоит Конечно Приобрести Данного Героя Потом У нас В этой Серии Вот Такой Герой Имеется Диаклон Считайте Перекрашенный Скиц И все То есть Никаких Особых Изменений Критических Нет Возможно Голова Отличается И все Проблемы Те же Самые Может Быть Что-то Изменили Но Как я Вижу Данного Героя Стоит Взять Тому Кто Очень Сильно Фанатеет От Трансформер Прям Вообще Ярый Приярый Фанат Дальше Другой Диаклон Которого Звать Клэм Дауны Это У нас Переделанный Сайдсвайп То есть Ну не знаю Может быть Правда Он пригодится Хотя Диаклон Я не совсем Знаю Кто Это Может Потом Надо Будет Выяснить Машинка Считайте Та же Самая Что у Сайдсвайпа Практически Да Только Здесь С лампочками Может Есть Свои некоторые Изменения Но Видеоробота Считайте Ну то же самое Что у Сайдсвайпа Просто Отличается Цвет Может быть Что то еще И все Как бы Кому Очень он Нужен Можно Приобрести Но я Быть Честно Отказался Потому что Если бы Я имел Такого Другого Герой Зачем Мне Такой Же Только Другим Именем И цветом Ну В общем Тут Надо Размышлять По своему И смотреть Как тебе Выгоднее И лучше А вот Если видеть Про космос То это Честно Лично Для меня Долгожданная Фигурка Я очень сильно Хотел Чтобы он Вышел Хоть Где нибудь В 86 Серии Даже Здесь Он вышел Замечательно Круто Но Очень обидно Что данная Серия Вот эта Под серия Она будет Эксклюзивной Редкой И к сожалению Не смогу Его заполучить Крутой персонаж Необычный Превращается В НЛО В тарелку Это круто Офигенно Видеорота Получилось Правда Сверхъестественно Пластмасса Конечно Вот здесь Вот могла Быть Оказаться Но Мы понимаем Что здесь Будет прятаться Кисть Но Хотя Можно было Как-то Сделать Так Чтобы Кисть Спряталась А Оставшаяся Пустота Была Как-то Спрятана Ну В общем Тут Вообще Решили Нам Пустоту Получить Показать Ладно Имеется Улива Пушка Флаг Ладно Тарелка Вот Не знаю С другой стороны Мне нравится С другой стороны Мне кажется Что он Слишком Большая Особенно Вот эта Верхняя Часть Типа Башня Может быть Все нормально Но Я и рад И такой Фигурке Потому что Долгожданный Герой Редко Выходит Редко Но метко Надеюсь Что Выйдет Он В серии 86 Потому что Раз первого Поколения А там Герой Как бы Вроде Был И По логике Он должен Там Появиться Если Будет Замечательно Если Нет Будет Печально Но Кому Она Здесь Вроде Она Или Оно Или Что Но В общем Альтережим Необычный В виде робота Тоже Прикольно То есть Действительно Вот это Настоящий Трансформер Выглядит Сногсшибательно Имеется Элементы Робота Имеется Как бы Человеческие Типа Элементы Руки Кисти Ноги И так Далее То есть Сэкономенной Пластмассы Вроде бы Не имеется То есть Офигенные Фигурки Если честно То есть Здесь Постараюсь И альтережим Такой Необычный Ну и вот Так у нас Имеется Роуд Хаулер То есть Перекрашенный Грэппл Вроде бы Это у нас Как бы Десептикон А вроде бы Автобот Если вспоминать Какие-то Комиксы Истории Наверное Герой Все равно Вам пригодится Да Подобный Выходил Но Если Вспоминать Кое-что То может Действительно Герой Будет Очень Даже Необходим Так что Ругать Не буду Альтережим Как бы Ну прикольный Видеоробота Ну круто Есть некоторые Свои изменения А так Считайте Перекрашенный Грэппл Ну в общем Дальше Новые Конечно же У нас Трансомеры Из второго Поколения Роуд Рокет Это Считайте Переделанная Арси С другой Головой И цветами И именем И все Если бы Арси Вообще Не выходило То я бы сказал Что крутой Трансомер Потому что Впервые Такой вижу Раз у нас Опять же Это перекрашенный Трансомер Ну не знаю Хотя Может быть Такой герой И был В комиксах Мультики И тогда Все нормально Но я Как-то На такое Смотрю Очень даже Скептически Если такое Слово Здесь В данной Ситуации Подходит Ну в общем Как бы Прикольно Круто Но Можно было Тогда Выпустить Другой Мотоцикл Хотя бы Чуть Чуть Поменять Дизайн Мотоцикла Ну ладно Вот так Выглядит Как бы Видеоробота И страшно И может Быть прикольно Но тут Наверное Каждый Скажет По своему Дальше У нас Конечно же Немесис Есть Не ошибаюсь Оптимус Как бы Скерч Материалы Роботы Под прикрытием Конечно 2001 года Круто Офигенно Очень Похоже На лазер Оптимус Считайте Наверное Вообще На 100% Только Отличается Имя Цвета Может быть Оружий А так Для полной Композиции Данный Герой Очень Даже Пригодится Потому что По логике Казалось бы Что это Темная сторона Оптимуса Это клон Но на самом деле Это Скерч Но вроде бы Не Скерч Это Наверное С спорами И так далее Но в общем Герой Конечно Очень Даже Пригодится В вашей коллекции Вот еще У нас Трансформер Тут еще С пластмассой Безо Вроде бы Он в каком-то Паке Продавался Вроде бы Эксклюзив Не эксклюзив Но в общем Как бы Переделанный Успинатор Ладно Альтержем Вот такой Тоже То есть Считайте Особо Ничем Не отличается Заключением Головы Цветов И вроде бы Все Дальше Переделанный Читур Конечно Считайте Все то же самое Отличается Имя Цвета И возможно Что-то еще И все Как бы Животное Прикольное Проблемы Те же самые Но Как бы Зачем Не знаю Дальше У нас имеется Сайн Сторм Да Мы понимаем Что такой герой Подробный Выходил Только с другим Именем Конечно же Если я ошибаюсь Скорпанок Но и этот герой Вроде бы В данной Мультике Был И Как я понимаю Он очень сильно Похож на Скорпанок Ну вот так вот Получается Вроде не Близнецы Но вот Вот так Как бы Наверное Данного Героя Тоже стоит Иметь Потому что Был Да Похож Но Как бы А что Поделать Как бы В коллекции Я думаю Вам Так же Пригодится Ну и Последняя Подсерия Скажем так В данной Серии Легаси Это конечно же Рэк и Рул И если Все эти коробки Поставить Очень красиво И правильно То получится Интересный рисунок То есть Вот в чем Причудо То есть У нас Получается Очередной Балк Только с Некоторыми Изменениями То есть Видеоробота Конечно же Ничем не Отличается А в виде Альт режима Тоже Ток Отличается Как бы Тем что Имеет Он конечно же Камуфляж И вроде бы Молот Если не ошибаюсь И все То есть Отличие Символ Другого цвета Серия Другая И Камуфляж Все Ну а если Вить про Коробки То правда Дизайн Очень уже Прикольный Дальше У нас Вот такой Конечно же Дабл пэк У нас Спиндл Имеется И конечно же Импактор Из комиксов Тут написано Как бы Вселенная комиксов Но это Скорее всего Из комиксов Айди Даби И честно Данный пак Очень даже Прикольный Да у нас Импактор Выходил Когда у нас Была трилогия Война за Кибертрон Серия и Сич Но он выглядел Там как был В мультике Здесь он выглядит Правда Как в комиксах Айди Даби Плюс-минус И ради этого Стоит приобрести Данного импактора Но здесь мы получаем Еще динозавра Может быть он Местами похож на Предыдущего Но если смотреть На альт режимы То Совершенно Все иначе То есть В виде Танка Импактор Да может быть Слишком сильно Смахивать на Предыдущие Зато видеоробот Отличается А в виде динозавра Отличается От предыдущего Значительно Нежели от робота Хотя есть тоже Свои изменения То есть Как бы Вроде бы В даблпаке В этом вроде бы Есть свои Чуть-чуть и нюансики А с другой стороны Вроде бы Все бесподобно Шикарно сделано Что как бы Ёшкин кот Надо брать Потому что Есть огромные Большие плюсы Дальше у нас Вот такой пак Конечно же Только в маленьком Масштабе Картинка Ладно То есть Мамонт И если не ошибаюсь Лайтфуд Есть ничего не путаю То есть Вот наш Лайтфуд Прикольный Как бы Трансомер Пластмасса Особо Сэкономленный Я не замечаю Может быть Чуть-чуть и есть Но ее прям Чуть-чуть Это круто В виде робота Получился Интересный Такого я еще Вроде бы Не замечал Не видел В виде машинки Напоминает Слегка Может быть Миража Из какой-то серии Может быть Не напоминает Но Вроде бы И так И так Вышел хорошо А наш Мамонт Увы Вот такая Картинка Правда Что-то Прикольное Круто То есть Ради Мамонта Можно взять Данный набор Чтобы превратить Его В альтержим И держать Его в виде Такого Животного Что Вспоминать Что Во У нас Такое Когда-то Ходило Бродило По земле То есть Я бы Честно Приобрел Этот Конечно Набор Наверное Ради Вот Этого Хотя Было бы Дорого Но Что-то Бесподобное То есть И в виде фигурки Вроде бы Вышло Прикольно Но Видя Альтержим Это Что-то Круто Мамонт В виде трансформера Такое Встретившее Редко А может Даже Это Впервые То есть Круто Дальше У нас Конечно Спрингер Имеется То есть Считайте Вроде бы Просто Переделанный Перекрашенный Спрингер Из серии Сич Вожер Класс Просто Здесь У нас Отличаются Цвета Может Быть Какие-то Здесь Добавили Плюшки Может Чем-то Все-таки Отличается Но Вроде Незначительно Хотя Здесь Вроде Больше Из комиксов Или Что-то Оттуда То есть В этом Его Приоритет Так что Возможно Данный Спрингер Стоит Вашего Внимания И Последнее Что мы Рассмотрим Из данной Серии Legacy Это Конечно Очередной Последний Рекер Twin Twist Конечно Что-то Когда-то Такое Выходило Особенно Когда Выходили Фигурки По первому Поколению В те времена Такой Герой Конечно Было Решили Опять Сделать Но Вышло Вроде Бы Круто И Вроде Еще Имеется Headmaster Что Вообще Замечательно Снейшим Это Headmaster То есть Среди Робота Ну Действительно Трансформер Трансформер Еще Какой То есть Действительно Назвать Трансформером Можно И Альт режим Вот Такой Как Бур Не Бур Корабль Машина Что-то На гусеницах Что-то 10 в Одном Скажем Так Грубо Говоря Трансформер Прикольный И Вот Если Составить Все Эти Коробки Всех Эти Рекеров На полке Именно Так То У нас Получится Вот Такой Интересный Рисунок Получается Самый Главный Рекер Или Что-то Наподобие Это Статуя Не Статуя Круто Плюс Еще Расставить Всех Рекеров Красиво Расставить Интересная Будет Композиция На полке Вот Такая Коллекция Серии Legacy Все На этом Мы Данную Серию Legacy Конечно Рассмотрели Проанализировали И теперь Можем Делать Вывод Конечно То Есть Эта Серия Хорошая Или Плохая Конечно Каждый Размышляет По своему Может Кто-то Говорит И серия Трансформеров Про Трансформеров Ужасные Нет Никаких Хороших Трансформеров Только Парочку И Все Кто-то Скажет Все серии Офигенные Потому Что Везде Крутые Офигенные Трансформеры Так Будет Правильно Но Если Действительно Выделять Минусы Плюсы Странности Непонятности То Здесь Так же Все Это Имеется Как И В Преывающих Сериях Есть И Повторные Трансформеры Есть И Сэкономлена Пластмасса Но Вроде Бо И Есть Но Немножко Не У всех Трансформеров Что Не Может Не Радовать Имеется Очередной Гештальт Это Конечно Плюс Замечательно Имеется Новый Трансформер Это Замечательно Имеется Интересные Дизайнерские Решения И Просто Выглядит Трансформеры Очень даже Необычно С новым Дизайном Это Конечно Плюс К серии С данной Серии У нас Имеется Смесь Других Серий Трансформер Прайм Бист Уорс Армада То есть Трилогия Юникрона Роботы Под прикидом 2001 Года Возможно Что то Еще Если У нас Плюс Возвращается Некоторые Трансформеры Жидает Наверное У нас Вот Новый Мультсериал С этими Трансформерами Да Возможно Повторные Трансформеры Это Не очень Хорошо К данной Серии И Вообще Это Плохо Когда повторяется Трансформер Но Возможно Как бы Этого Не избежать Потому Что Всегда Такое Было И Наверное И Будет Но Как бы Я Не знаю Просмотрев Все Это Наверное Серия Действительно Крутая И Действительно Возможно То Что Мы Хотели Мы Получаем Сейчас И Нужно Сейчас Правда Не упустить Этот Шанс Момент И Покупать Тех Трансформеров Которых Мы Упустили Когда Того же Космоса Тех Же Там Не знаю Стантиконов И так Далее То есть Действительно Мы Получали Вроде Бо Миносора Но Это Было Много Лет Назад У нас Очередной Шанс Появился И Наверное Данный Миносор Получится Очень Даже Похоже То Что Было В Мультике Опять Же Не на Русском Объяснил На Общем Может Трансформер Встретить Здесь Из Комиксов Айди Даби Что Не Может Не Радовать И Плюс У нас И Действительно Две Подсерии То Велоситрон И Конечно Рекер Это Круто То В серии Имеются Еще Другие Серии Хоть Эксклюзивы Но Тоже Замечательно Что Хоть Что То Как То Чего То Имеется Вот Так Все Наверное Все Что Мог Я Сказал Высказал Показал Все Что Имелось Анонсировалось Я Вам Выдал Вы Сегодня Все Лицезрели Увидели То Одними Словами Прикольно Действительно Хорошая Серия Есть И Минусы Но Здесь Я Неудачная Нельзя Потому Что Есть Действительно Хорошие Трансомеры Смысл Есть Хороший Дизайн Интересный С Пластмассой Вроде Борется Вроде Есть Пустоты Но Вроде Не Так Уж Сильно Бросается В глаза Дизайн Коробки Интересный Я Не знаю Я Вижу Здесь Много Плюсов Хоть Есть И Чуть Минусов Но Плюс Очень Прям Здесь Больше Выделяется Чем Минус Все На этом Сторички Спасибо За просмотр Не забудьте Подписаться На канал Нажмите Обязательно На лайк Для поддержки Также На колокольчик Что Мне Повести Самые Свежие Видео И В рубрике Ингвар Ньюс Где Мы Рассматриваем Различные Новинки Старинки И Не Только Хотя Насчет Старинок Я Даже Не Знаю Может Быть Уже Все Что Можно Мы Рассмотрели Все Всем Спасибо Всего Ночи Всем